Эфир телеканала НТМ продолжит программу «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. Здравствуйте! За прошедшие сутки в республике зарегистрировано сразу несколько возгораний. Только в столице Мордовии произошло два крупных пожара. Днем 16 января в центре города загорелось здание электровопримителя. Горело складское помещение, находящееся под кровлей. Именно этот факт допускал распространение огня на здании, пристроенной друг к другу. Работники предприятия покинули все соседние помещения до прибытия пожарной охраны. Благодаря оперативному реагированию сотрудников чрезвычайного ведомства удалось не допустить распространения огня и потушить пламя. В результате пожара частично уничтожено кровля складского помещения на площади 150 квадратных метров. Минувшей ночью жители пролетарского района Саранска стали свидетелями пожара на территории рынка Данка. Там загорелся павильон с цветами. Сработавшая сигнализация вывела сигнал на пульт охраны. Сторож сообщил о возгорании в пожарно-спасательную службу. Благодаря его бдительности и оперативности пожарных удалось не только потушить пламя, но и предотвратить крупные материальные потери, которые могли бы возникнуть при дальнейшем распространении огня по торговым помещениям рынка. Днем 17 января пожар произошел в поселке Луховка на улице Клубная, 16. В доме был обнаружен мужчина, которого удалось реанимировать. Он доставлен в лечебное учреждение. Теперь информация об авариях, печальная численность которых растет изо дня в день. В ночь с 16 на 17 января в Рузаевке иномарка едва не протаранила жилой дом. Машина остановилась от стены буквально в метре. Случилось все глубокой ночью. Спящая семья проснулась от сильного треска за окном. Увиденное поразило хозяев. В их огороде прямо перед окном в спальне стоял автомобиль. Как рассказывают очевидцы, из машины выбралась молодая пара. По предварительным данным водитель не справился с управлением, и иномарка вылетела с дороги. Напомним, в начале прошлого месяца в Саранске произошла подобная авария. Тогда автомобиль протаранил стену жилого дома. Водитель машины погиб на месте. Исправительные учреждения номер 10, 11 и 14 Мордовского Уфсина посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики. Были проведены рабочие встречи с руководством колонии, осуществлена работа по повышению квалификации исполняющей обязанности имамов, а также прочитаны лекции для осужденных с целью самосовершенствования и исправления негативных качеств. А вот в лечебном исправительном учреждении номер 3 прошла премьера театрализованной постановки под названием «Клуб Буратино». Сценарий спектакля, а также костюмы к нему придумали осужденные женщины. В основе постановки всем известна сказка о деревянном мальчике Буратино, но в современной интерпретации. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно контролируют дороги республики, регулярно проводят рейды, способствующие выявлению нарушений, в один из которых мы отправились 17 января. С 15 по 19 января в столице Мордовии проходит акция «Пешеходный переход». Она направлена на снижение числа ДТП с участием пешеходов. К примеру, в прошлом году в республике произошло свыше 270 подобных дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек погибли и еще 272 получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции Мордовии регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику нарушений как пешеходами, так и водителями, которые не пропускают пешеходов в специально установленных для этого местах. На каждого из нарушителей составляется административный материал. Для пешеходов установлен штраф в размере 500 рублей. Для водителей данный штраф будет стоить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В Саранске возбуждено еще одно громкое уголовное дело. На этот раз по факту незаконной организации проведения азартных игр. По версии следствия, с марта 2016 года в нежилом помещении по улице Невского злоумышленники организовали подпольное казино. Ежедневная выручка от незаконной деятельности могла составить от 10 до 100 тысяч. Благодаря совместным действиям следователей Следственного комитета, сотрудников МВД и Росгвардии по Республике Мордовия удалось установить организатора преступной группы и администраторов игровых клубов. В ходе операции были изъяты 12 игровых автоматов, документация и денежные средства. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ Незаконная организация проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с совершенно организованной группой. Организаторы и активные участники группы задержаны. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Теперь наша постоянная рубрика «Внимание! Розыск!» Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, подозреваемых в хищении алкогольной продукции. По предварительным данным, разыскиваемые совершили кражу днем 31 декабря 2017 года из магазина, расположенного в торговом центре «Юго-Западный». Приметы подозреваемых. Мужчине на вид 23-27 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы короткие русые. Был одет в удлиненную куртку черного цвета с капюшоном и меховой опушкой, штаны и полуботинки черного цвета. Женщине на вид 25-28 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы черные. Была одета в куртку розового цвета с черной меховой опушкой, обувь черного цвета. Устанавливается личность мужчины, похитившего спиртные напитки в сентябре прошлого года. Приметы разыскиваемого. На вид 25-30 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см, волосы короткие и темные. Был одет в рубашку темно-синего цвета, синие джинсы и обувь черного цвета. Устанавливается местонахождение Хабибулина Бориса Рифовича, 1965 года рождения, проживающего в городе Темников. 3 января 2018 года, около 19 часов, он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. При себе Хабибуллин имеет паспорт на свое имя и денежные средства. На вид ему 60-65 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Глаза голубые, волосы седые, до плеч седая борода. Был одет в военную куртку зеленого цвета, на голове шапка черного цвета. Особые приметы. На обоих ногах выше колен имеются шрамы от ожогов. Если вам что-либо известно о местонахождении этих людей, просьба сообщить по телефону 29 77 88, телефоном в городе Темников 2 60 76 2 15 98 или 02. На этом все. Все материалы вы можете найти на нашем сайте ntm13.ru. Республиканские и российские новости доступны там в круглосуточном режиме. Спасибо, что были с нами. До свидания.